Все работы хороши, выбирай на вкус. Сегодня в Пинске велика потребность в продавцах, слесарях, сантехниках, поварах. Своеобразный рекорд у предприятий транспорта. С них в Управление по труду и занятости отправляют десятки заявок с пометкой «Требуется». Уровень безработицы в городе на низком уровне. Этому способствует создание новых рабочих мест и реализация государственной программы «Рынок труда и содействие занятости». На 1 октября этого года трудоустроили почти 1500 человек. Подробности у нашего корреспондента Елена Михалюк. Сегодня в Банке данных Управления по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 1169 вакансий. Именно такое количество мест готовы предоставить наниматели города. По статистике это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденция, потребность существует в рабочих и инженерных кадрах. Существенно увеличились запросы на продавцов, водителей и кондукторов. 80% от общего числа заявок с пометкой «Требуется» с промышленных предприятий Пинщины. Готовы принимать в свой штат и представители частного бизнеса. Нанимателями было предоставлено на 1 октября 1169 вакансий. Из них более 70% это вакансии по рабочим профессиям. Рабочие профессии строительного профиля, токари, станочники, деревообрабатывающих станков, швеи, повара, кондитеры, кондукторы, водители. Очень много востребовано профессий. Из профессий служащих, как и прежде, требуются медицинские работники, врачи, медсестры, фармацевты, провизоры, инженеры различных профилей. Набирают сотрудников и предприятия деревообрабатывающей промышленности. Вакансии есть, к примеру, на Кузлетмаше, ОАО «Полесье» в холдинговой компании «Пинск-Древ». Работодатели сегодня предъявляют определенные требования к своим будущим сотрудникам. Профессиональные навыки и квалификации есть не у каждого желающего найти работу. Таким безработным в Управлении по труду, занятости и социальной защите предлагают пройти соответствующее обучение. Оно бесплатное и гарантирует трудоустройство. Теперь мало иметь профессию просто запись трудовой книжки. Нужно иметь так называемую корочку, то есть какое-то свидетельство, аттестат, либо диплом на любую профессию, в том числе и рабочую. Управление организует группы в основном по востребованным профессиям на рынке труда. В настоящее время мы формируем группы по профессиям швея, продавец, повар, кондитер, парикмахер, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, ну и другие. Уже получил работу при участии Управления по труду 1461 человек. Для всех тех, кто остается в поисках постоянного места заработка, шансы велики. Количество рабочих мест увеличилось. Наниматели также вышли на новый формат работы. Традиционные ярмарки-вакансии перешли в режим онлайн. В последнее время электронные ярмарки-вакансии набирают свою популярность во всей Республике Беларусь. Мы не исключение. В городе Пинске уже проведено 7 таких ярмарок-вакансий. Конечно, это дает возможность соискателям, людям в онлайн-режиме узнать детали трудоустройства. Какие-то вопросы уточнить по поводу трудоустройства нанимателя. В то же время даже можно назначить собеседование себе. В поисках работы находится на данный момент 121 пинчани. Такое количество состоит на учете в качестве безработных. Это меньше, чем в прошлом году. Управление по труду занятости и социальной защите предлагает им обучение по рабочим специальностям. Набор в группы открыт. Записаться на курсы можно уже сегодня.